Технология, способная перевернуть представление о финансовых возможностях криптовалют. В Москву приехал создатель проекта Этериум Виталий Бутерин. Кто уже пробует вести бизнес по-новому, об этом прямо сейчас в программе Вести.нет Российская компания Acronis, предоставляющая услуги по хранению и обработке данных, начнет разрабатывать решения на основе системы блокчейн, а фонд Скок выизучит технологию на предмет ее внедрения в госсектор. В частности, речь идет о сотрудничестве с проектом Этериум, разработанным канадцем с русскими корнями Виталием Бутерином. Это стартап, который за рубежом, как сообщил гендиректор YotaDevices Владислав Мартынов, друг семьи Бутеринах и член наблюдательного совета Этериум, считают ни много ни мало таким же значимым, как сам интернет. В средствах массовой информации на западе о Виталике, о фонде, говорят практически все и говорят, как некая следующая революция, сопоставимая с тем, что сделал интернет. И собственно, по сути, фонд Этериум, платформу Этериум включает в топ-10, зачастую в топ-5 технологий, которые меняют мир. Впрочем, прежде чем описывать возможности, Этериум нужно пояснить, на чем основана его работа. То есть, собственно, что такое блокчейн? Это понятие, которое легло в основу криптовалюты биткоин. По сути, сам биткоин является побочным продуктом изобретения системы блокчейнов, которая гарантирует подлинность криптовалюты. Ее уникальность в том, что каждая операция записывается одновременно на компьютерах всех участников биткоин-майнинга. То есть, грубо говоря, все они автоматически являются свидетелями каждой операции. Если в ваш кошелек попали биткоины, об этом будут знать все до единого. Если они оттуда исчезли, то уже узнают все. Таким образом, незаметно подделать или изменить историю операции, а также состояние счетов невозможно. Точнее, теоретически это можно сделать, но для этого нужно иметь под контролем более половины всех вычислительных машин системы. А вероятность этого стремится к нулю по мере роста числа пользователей. Так вот, идея Виталия Бутерина состоит в том, чтобы взять эту систему верификации и вывести ее за пределы экосистемы биткоина. Этериум – это фактически клон биткоина со своей собственной криптовалютой, которая называется эфир. Только каждая транзакция в системе не просто фиксирует движение средств, она оснащена кусочком кода, который задает условия выполнения сделки. Этот кусочек кода легко правится под нужды заказчика. То есть, Этериум является универсальной платформой для построения любых бизнес-схем с верификацией на блокчейнах. Вот как это работает. Например, вы хотите безопасно продать машину. Для этого код Этериум с одной стороны привязывается к базе ГИБДД, с другой стороны – к банковскому счету, куда выпадут деньги за машину. Система сочтет сделку завершенной только после того, как в собственности покупателя окажется машина, а в собственности продавца деньги за машину. При этом внутренняя криптовалюта, эфир, будет не объектом сделки, а лишь символическим средством ее обеспечения. Виталий Бутерин называет ее топливом для системы. Хотя расплачиваться можно и эфиром. Он свободно торгуется на биржах криптовалют. Описанная выше сделка с автомобилем, правда, немного утопическая. Для того, чтобы все работало именно так, Этериум должен быть внедрен как в государственную систему регистрации транспортных средств, так и в банковскую систему. Именно внедрение технологии в реальный мир составляет основную проблему. Еще одна проблема. По мере распространения Этериум будет расти число транзакций. А чем больше транзакций, тем больше нагрузка на компьютеры майнеров. Впрочем, эти проблемы относятся к разряду решаемых. Вокронис считают, что она не может быть начать надо с простого. Там хотят сперва опробовать Этериум как инструмент для страхования баз данных. Мы верифицируем все транзакции, которые происходят с этими данными. Загрузка, удаление, доступ к этим данным. Все эти транзакции верифицируют, записывают в блокчейн. Это значит, что компания и собственник компании, руководство компании всегда может быть уверено, что эти данные находятся в целости и сохранности. А на Западе, например, уже осторожно осваивают Этериум как средство страховки сделок с ценными бумагами. Например, в банковском холдинге UBS на блокчейне строят торговлю облигациями. Интересуются технологии в 40 крупнейших финансовых учреждениях мира, в том числе Goldman Sachs, Credit Suisse, Barclays и JP Morgan. В IBM экспериментируют с Этериум в области интернета вещей. Например, стиральная машина может сама заказать стиральный порошок, самостоятельно оплатив его с помощью банковского счета хозяина. Экспериментируют с блокчейнами и Microsoft. Словом, мы действительно имеем дело с чем-то большим, но схемы применения этой системы до сих пор не до конца понятны даже ее изобретателям и кураторам. Дело за бизнесом, который эти схемы должен нарисовать. Этериум система абсолютно бесплатная, поэтому доступна для экспериментов всем желающим. Продолжение следует... Продолжение следует...